Сегодня играли друг для друга. Наверное, где-то и удача улыбнулась, и поэтому выиграли. Игра получилась очень жесткой, вязкой. Вы именно этого ждали, от этого мотива? Да. Мы хорошо знаем, что это команда с того года. Очень агрессивная, быстрая, где-то, может, даже где-то схожая с нами по стилю. То есть ничего нового мы не увидели, играли. Просто две хорошие команды. Долго не получалось сегодня забить. В чем причина? Мало бросали. Пятиминутная большинство. Мало бросали. Во-первых, наверное, в первых двух половинах, я не знаю, мы уже бросков 12-15 нанесли, нас поправили. Тренера в этом компоненте сказали, что надо больше бросать, закрывать батарея. То есть, наверное, мы выполнили на третьем периоде эту задачу. В третьем периоде удалось добавить в скорость, в движение. Команда физически хорошо готова? Да. Неплохо готова. Все хорошо. В последних играх мало торпеда как-то забивают. В чем причина? Ну, вот я еще раз повторюсь. Мало бросаем, мало закрываем. Где-то, может, иногда надо, там, такие, можно сказать, мусорные голы забивать. Там, лезть на ворот из пятака, там, добивать, забивать. Все это у нас очень мало. Пока. Вы недавно в интервью говорили, что не обращаете внимания на личную статистику, но все-таки вы сейчас лидер в бомбардирской гонке. Вы, вообще, лидером сами ощущаете команду? Готовы потащить в нужный момент? Ну, я скажу так, что, наверное, это тренера должны оценивать. Там, лидер, не лидер. Я играю, выполняю все, что боятся, все, что требуется. С чем такой всплеск результативности связан? Да, трудно сказать. Играю, как играю. Как всегда, я играл, стараюсь не обращать на это внимания, на эту статистику. Ваш главный тренер Петер Искудро очень часто тасует звенья. Вам сами легко так играть или это мешает? Лучше вы постоянные партнеры были? Ну, сложно сказать. Где-то, наверное, в какой-то степени лучше играть одной тройкой, одной пятеркой. Но у нас такая команда, тренер сразу сказал, что все должны уметь играть, кажется, в каждом, вне зависимости. Там, в каком-то звене играешь, с кем ты играешь. То есть, все должны играть друг с другом. И по ходу матча у нас очень часто происходит это. То есть, я сегодня и заканчивал с краю. Там, в концовке третий период. То есть, ничего страшного нет. Недавно вас даже с молодыми игроками ставили. Как оценить вообще молодежь топера? Я повторюсь, у нас очень хорошая молодежь. Если они будут, скажем так, думать головой и расти дальше, то есть, у них очень хорошее будущее. Все зависит от них самих. Самое главное, надо работать над каждым компонентом. В интервью нашему сайту Петр Искудро говорил того сезона, ну, точнее, уже во время сезона на старте, что торпеда меняет дух. Вы это заметили? И в чем вообще изменение? Да я бы не сказал, что мы меняем дух. У нас хорошая команда, хорошие игроки. Все друг к другу подбадривают, подсказывают. То есть, за счет этого у нас и складывается, наверное, такой боевой, хороший коллектив. Опять же, в интервью я читал, что результатом довольны, игрой нет. А на старте, в чем именно недовольство? Да, у нас мы очень мало играем в атаки. Мы очень, скажем, не только, мы достаточно играем в атаке. Мы мало играем без, мы играем без шайбы очень много. И это очень много сил мы тратим. То есть, такая, скажем, бесполезная работа, которая в силу заканчивается. Ну, и результаты толка никакого. Тренинат поправили, что мы должны больше контролировать шайбу. Скажем так, где-то играть с ней больше, там, в пас, ну, в пас бросать тоже в самый. Мы играем просто без шайбы очень много. И из-за этого качество игры такое, скажем, неудовлетворительное. На лазарет торпеда не пустеет. С чем это связано? Со стилем игры или, может, с предсезонной подготовкой? Предсезон подготовка у нас прошла такая же, как в том году. То есть, в принципе, там, в большом счете ничего не поменялось. Ну, и где-то, там, в несчастном случае, ребят, там, шайбы на себя ловят. Это хоккей, это, наверное, будет всегда травма и, там, болезни. С чего-то страшного нет. Ну, и стиль игры у нас агрессивный. Все играют, все ребята бьются. То есть, тоже немаловажный фактор. Многие болельщики отмечают, что скутер очень темпераментный тренер. Это заметно всем. Это на скамейке как-то помогает, что Бетарис, вот он такой. Здесь в игре, эмоции. Ну, трудно сказать. Я уже не первый год с этим тренером работаю. То есть, я особо так, как бы, притерся, приелся. То есть, особо не замечая. Но, вновь привыше ребята, как бы, рассказывать, что да. Скорее всего, помогает это. Потому что своим, скажем так, поведением заводит команду. По-моему, Петре уже четвертый год, да, уже? На ваш взгляд, он вырос как тренер в это время? Ну, безусловно. Это, скажем, годом новые какие-то там тактические действия и уверенности больше приходят. То есть, ну, это должно быть у каждого тренера. И у игрока то же самое. То есть, чем больше ты играешь, тем больше у тебя опыта приходит. И потом, в последующий момент, ты как-то уже действуешь по-другому.